Продолжение следует... 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 кто заболевает этим и потом конечно спрошу почему колоректальным раком болеют как мужчины так и женщины какой-то явной явного перевеса мы последнее время тоже не особо ощущаем поэтому вопросы скрининга колоректального рака вопросы ранней диагностики актуален для обоих полов и поэтому мы никогда не устаём об этом говорить и обсуждать что обращать на это внимание и знать что для этого нужно делать чтобы диагностировать данное достаточно серьезное заболевание очень распространены в настоящий момент на ранней стадии или на стадии предопухолевой патологии когда есть в толстой кишке образование но но еще носит доброкачественный характер есть ли возрастные границы для этого заболевания на самом деле нет каких-либо границ конечно большинство пациентов заболевает в старшем возрасте ну скажем так старше 50 лет это основная группа наших пациентов но из года в год мы все больше видим молодых пациентов и молодых пациентов которые возвращаются к нам повторно и у которых выявляются так называемые метахронные опухоли ежегодно выявляется вот в прошлом году было выявлено 1800 новых случаев мы говорим про регион мы говорим о нашей самарской области 1800 это огромная цифра и растет ли то есть я правильно вас поняла когда вы поправили меня что она растет да растет а что мешает нам снизить летальность этого заболевания ну во первых это конечно выявляемость на достаточно уже либо совсем запущенных стадиях либо на стадиях когда опухоль возможно еще не дала отдаленных метастазов но тем не менее ее протяженность по кишке степень ее обтурации перекрытия кишки уже достаточно выраженная и что самое главное уже достаточно выраженная степень глубины инвазии опухоли то есть когда опухолевый рост задействует не только слизистую оболочку из которой изначально рак толстой кишки начинает развиваться но и проникает в более глубокие слои то есть за кишку может выйти сначала на всю глубину стенки кишки а потом и за стенку кишки вот чем позже скажем так мы выявляем злокачественное новообразование тем уже и больше объем операции и качество жизни и продолжительность жизни скажем так ну может быть более меньше нежели чем это было выявлено на ранних стадиях а скажите а почему не может человек заметить как-то это заболевание на ранних стадиях почему позднее это выявление вот если опять же обратиться к данным статистике больше половины пациентов которых мы выявляем это 3 4 стадии заболевания то есть это запущенные формы злокачественного новообразования соответственно проживут эти пациенты гораздо меньше тем те лица у которых эти опухоли выявлены на ранней стадии и к сожалению эта опухоль характеризуется тем что если у пациента уже есть какие-либо симптомы этого заболевания да нарушение стула патологические примеси в стуле дискомфорт в брюшной полости если пациент уже начал худеть ощущает какое-либо недомогание то мы как правило имеем дело уже с запущенным заболеванием а наша все-таки задача выявлять бессимптомные формы этого заболевания когда еще опухоль есть но она не дает никаких клинических признаков и леча занимаясь лечением именно таких пациентов мы можем рассчитывать или на полное излечение этого заболевания или можем обеспечить им жизнь на протяжении долгих-долгих лет правильно ли я вас поняла что на первой и второй стадии человек не сможет ни при каких обстоятельствах сам ничего заметить и почувствовать абсолютно так то есть как правило ранние формы роста ранние стадии они не дают никаких жалоб и выявить это можно зачастую только во время проведения скринговой колонскопии сейчас про диагностику тогда поговорим с вами но если кто-то опоздал к началу программы сегодня у нас в студии врачи онкологи самарского онкодиспансера Сергей Вролов и Ирина Круглова и мы говорим про колоректальный рак либо случайно либо целенаправленно можно выявить на скрининге что что является лучшими вариантами диагностики при данном заболевании ну золотым стандартом конечно диагностики доброкачественных образований из которых впоследствии уже доказано обязательно скорее всего будет развиваться злокачественная опухоль значит и естественно злокачественных новообразований является колоноскопия ну достаточно не совсем конечно сложная но тем не менее это инвазивное исследование которое производится только по назначению врача то есть конечно сам пациент может только предполагать что возможно при появлении каких-то жалоб вот о которых говорил Сергей Александрович либо например пациент знает что есть какой-то семейный анамнез то есть близкие родственники оперировались или причина смерти была вот онкологическое заболевание и именно это вот колоректальный рак то есть пациент может предполагать что ему нужна колоноскопия для как раз ранней диагностики либо чтобы удостовериться что он здоров и никаких новообразований у него в толстой кишке нет вот и поэтому предварительно как во всем мире так и в Российской Федерации в рамках программы диспансеризации это есть приказ последний приказ принят в 2021 году приказ Минздрава Российской Федерации о проведении диспансеризации и там прописано что первым этапом скрининга на выявление злокачественных новообразований толстой кишки является иммуноферментный анализ кала на скрытую кровь если он оказывается положительным то тогда пациент автоматически переходит во второй этап диспансеризации и уже на этом этапе врачом который анализирует как раз результаты анализа кала на скрытую кровь должна быть назначена колоноскопия но это еще не является прямым следствием что если анализ показал то колоноскопия уже что-то обнаружит нет это не обязательно что колоноскопии что-то обнаружат но тем не менее на мой взгляд ее нужно пройти потому что если этого не сделать ну то жить это постоянно жить тогда в общем-то в страхе ведь да под топором конечно да не быть а может быть что-то и быть вот по тем скринговым программам которые уже ну известны и которые опубликованы вот их данные мы прогнозируем что положительный анализ кала на скрытую кровь будет где-то ну не более 15 процентов из необходимой популяции возрастной которая должна этот анализ пройти но по действующему приказу это лица от 40 до 64 лет должны этот анализ проходить раз в два года а от 65 до 75 лет это ежегодный анализ кала на скрытую кровь и вот по его результатам прогнозируется где-то до ну максимум до 15 положительных результатов ну смотрите я вот из армии беспокойных пациентов например да и меня бы может быть не успокоил положительный анализ на скрытую кровь то есть все-таки людям не надо дальше ничего предпринимать если вот у них этот анализ хороший если анализ отрицательный то люди должны в зависимости от своего возраста своевременно пройти следующий анализ и не забывать об этом и не бросать ну если допустим на фоне отрицательного анализа несколько родственников семьи имели данные заболевания или даже не обязательно злокачественного образования были операции по поводу удаления доброкачественных опухолей полипов то тогда есть смысл пройти потому что ну скажем так личная вот приверженность и беспокойство за свое здоровье только должно быть поддержано медицинским сообществом в самарской области с 2018 года действует еще одна программа которой нет в других регионах насколько я знаю она называется мужское здоровье оно касается лиц мужского пола от 40 до 60 лет и подразумевает что пациентам этой возрастной группы будет выполняться сразу скрининговая колоноскопия без выполнения теста на скрытую кровь в кале раз в пять лет вот и на самом деле мы выполняем пациенту скрининговую колоноскопию скорее всего эндоскопист в большинстве случаев ничего не найдет и пациент будет счастлив и он забудет об этом диагнозе его профилактике еще на несколько лет маловероятно но все-таки иногда эндоскопист что-то находит в толстой кишке и тогда как правило выявленная патология она излечима вот более того в большинстве случаев выявляемые новое образование на эндоскопист может удалить тут же во время исследования без выполнения каких-то хирургических вмешательств с разрезами или проколами то есть вопрос будет решен тут же во время эндоскопического исследования давайте послушаем зрителей алло у нас есть звонок перезванивайте пожалуйста видимо что-то не получилось мы продолжаем разговор я напомню телефон 202-11-22 если у вас есть какие-то вопросы по поводу онкологического заболевания исследования можете позвонить к нам в студию а мы сейчас давайте вместе с нашими зрителями сходим в ваше отделение Ирина Ивановна и посмотрим каким образом проводится диагностика колоректального рака Ирина Колпакова готовится к повторному контрольному обследованию в Самарском онкоцентре полгода назад ей успешно удалили полипы в кишечнике которые могли перерасти в злокачественные сегодня женщина чувствует себя хорошо все прошло без осложнений жалобы в общем-то прекратились к счастью полип был доброкачественной природы счастливой случайностью или наоборот счастье Самарский областной онкологический диспансер в рамках нацпроекта получил самое современное эндоскопическое оборудование которое позволяет проводить диагностические исследования в том числе и патологии желудочно-кишечного тракта на еще более высоком уровне за счет аппаратуры такого класса улучшается качество диагностики улучшается и расширяется сложность операций кроме этого достаточное количество эндоскопов которые мы смогли приобрести позволило нам где-то на одну треть за последние полтора года увеличить ежедневный поток пациентов ежедневно врачи эндоскопического отделения обследуют от 80 до 100 человек это стало возможным за счет того что теперь новая аппаратура с высоким качеством изображения стоит в шести кабинетах и пациента гораздо меньше ждут своей очереди всего в эндоскопическое отделение поступило более 20 единиц оборудования по статистике колоректальный рак остается вторым по распространенности видом онкологических заболеваний в Самарской области высокий показатель в первую очередь обусловлен поздним обнаружением новая аппаратура позволяет выявлять патологические очаги на ранней стадии своевременно выявленный колоректальный рак излечим и при постановке раннего диагноза 9 из 10 пациентов могут быть спасены это программа «Звоните доктору» сегодня у нас в студии врачи-онкологи Ирина Круглова и Сергей Фролов Самарский областной клинический онкологический диспансер мы говорим про колоректальный рак и к нам в студию можно позвонить 202-11-22 у кого-то из зрителей сорвался звонок пожалуйста перезванивайте время еще есть и так вот мы сейчас видели насколько это было возможно как выглядит исследование а все-таки где его можно пройти с жителем Самарской области всем дружно поехать в онкодиспансер нет колонскопии можно пройти в лечебных учреждениях которые являются для населения как бы вот по месту жительства то есть во многих есть центральных районных больницах сейчас в рамках национального проекта было получено было получено большое количество видеоэндоскопической аппаратуры и оснащены практически все центральные районные больницы если в каких-то центральных районных больницах еще не внедрено это исследование это можно пройти в межмуниципальных центрах то есть в более крупных учреждениях кроме этого в самарских поликлиниках есть оборудование которое позволяет проводить колоноскопию а также это крупные учреждения самарский областной онкологический центр областная больница имени середавина диагностический центр то есть мест где можно пройти колоноскопию достаточно достаточно давайте зрителей послушаем алло здравствуйте добрый вечер слушаем как вы себя чувствуете спасибо спасибо вам огромное за звонок узнали пациента по голосу конечно очень приятно на самом деле Сергей Александрович как раз хотела сейчас спросить какие виды операций существуют их наверное может быть все и не перечислить я могу предположить что наверное каждый каждый опухоль требует своего подхода но тем не менее наше отделение специализированное структура онкологической службы выстроена таким образом что все больные которым необходимо хирургическое вмешательство по поводу колоректального рака они оказываются в стенах нашего отделения подавляющее большинство пациентов и у нас на сегодняшний день есть возможность выполнять все самые современные высокотехнологичные хирургические вмешательства в том числе малоинвазивные хирургические вмешательства когда мы можем помочь пациенту поправиться за несколько дней он может быть выписан из стационара за несколько дней и реабилитироваться уже в дальнейшем дома но здесь также важно заметить что чем раньше выявлена опухоль тем более современное тем более высокотехнологичное вмешательство мы ему можем предложить потому что если мы имеем дело с запущенной опухолю то здесь к сожалению речь уже о высоких технологиях не идет нам зачастую приходится выполнять большие операции с большими разрезами выводить кишечные стомы о чем пациенты больше всего наверное переживают поступая в наше отделение будет ли у них сформирована кишечная стома так вот если мы будем работать над тем чтобы опухоли выявлялись на ранних стадиях то как правило формирование кишечной стомы нам удастся избежать а если она и будет выявлена то это будет временный вариант лапароскопические технологии у нас внедрены в отделение число выполняемых малоинвазивных вмешательств ежегодно растет кроме того нужно для себя четко понимать что если мы имеем дело с опухоли выявленной на ранней стадии то зачастую лечение этого пациента на хирургическом вмешательстве и заканчивается пациент будет излечен или проживет еще много-много лет если мы имеем дело с более распространенной опухоли то высока вероятность того что пациенту еще потребуется дополнительные специальные методы лечения лучевая терапия или химиотерапия и лечение этого пациента растянется еще на несколько месяцев а может быть даже несколько лет ну и безусловно отдаленные результаты то есть сколько пациент проживет также напрямую зависит от того на какой стадии выявлено это заболевание поэтому чем раньше выявлена опухоль тем более современную операцию сохраняющую качество жизни часто сохраняющий орган пациенту мы можем предложить нацпроект здравоохранения знаю что уделяет очень много внимания именно онкологии за последние годы как меняется ваше оборудование и что от этого меняется для пациентов ну мы смогли в нашем отделении в эндоскопическом самарском онкологическом диспансере приобрести пять видеоэндоскопических современных стоек которые позволяют с высокой четкостью с высоким качеством проводить эндоскопические обследования толстой кишки выявлять минимальные изменения слизистой оболочки находить доброкачественные новообразования и даже ранние формы злокачественных новообразований размером начиная от четырех пяти миллиметров это достаточно хороший как бы прорыв хорошие показатели и только в общем то вот такое вот оборудование экспертного класса позволяет с такой вот ну тщательностью и так четко осматривать досконально все отделы толстой кишки и реально выявлять данную патологию как уже заметил раньше Сергей Александрович все новообразования доброкачественного характера которые не превышают в размере где-то 10-12 миллиметров мы сейчас имеем возможность удалять во время первичной скрининговой колоноскопии и пациенту не приходится потом повторно ради этого проходить обследование еще раз те образования которые мы планируем удалить эндоскопически но должны быть проведены в условиях госпитализации что пациент потом после этой операции находился несколько дней под наблюдением мы выполняем уже с вторичной госпитализацией но тем не менее такое оборудование тоже нам сейчас позволило расширить и сложности этих оперативных вмешательств а это я хочу напомнить говорю об эндоскопических операциях которые позволяют даже без проколов и тем более без разрезов удалять из кишки новообразования после того как ну вот вы уже сказали что все таки чаще вам приходится оперировать сложных пациентов поскольку ранняя диагностика у нас отстает от желаемого и означает ли это что после этих операций пациент очень долго восстанавливается нужна ли реабилитация как вот потом после того как прооперирован ну действительно если мы говорим об выполненной большой операции с лапаротомией с резекцией каких-то соседних органов после операционный период он отличается таково как если мы оперируем небольшую опухоль лапароскопическим доступом в этих случаях пациент в течение недели может быть выписан домой ну здесь для таких тяжелых больных отрадно что у нас в отделении существует у нас в онкологическом диспансере существует отделение реабилитации для онкологических больных это отделение первое созданное в россии уже с большим накопленным опытом там опытные инструкторы специалисты врачи реабилитологи в том числе аппаратные методики существуют для того чтобы помочь нашим пациентам быстрее реабилитироваться встать на ноги и максимально с максимальным качеством жизни продолжить свою жизнь кроме этого такую реабилитационную помощь наши пациенты могут получать в амбулаторном формате уже после выписки из хирургического стационара вот лозунг советских времен что болезнь легче предупредить чем лечить он в принципе что время идет смысл не меняется можно ли предупредить колоректальный рак что является факторами риска ну факторами риска много уже об этом говорили конечно есть особенности питания то есть в тех странах где преобладает жирная пища большое количество фастфудов меньше где люди любят растительную пищу овощи значит при такой вот при таком вот питании риск возникновения опухоли в толстой кишке повышается конечно ну курение алкоголь таких более скажем так ну больших дозах в большом количестве ну есть заболевания такие как избыточный вес сахарный диабет также воспалительные заболевания толстой кишки такие как неспецистический язвный калит болезнь крона то есть при этих сопутствующих заболеваниях риск возникновения колоректального рака на их фоне выше поэтому людям которые скажем так страдают этими заболеваниями тоже всегда нужно об этом помнить своевременно задумываться о прохождении каких-то скрининговых мероприятий начиная от колоноскрытой крови заканчивая колоноскопией а давайте вот в оставшиеся прям пару минут еще раз вернемся к теме диагностики и как мы сами пациенты потенциальные можем помочь себе помочь вам вот еще раз про то как нужно следить за своим здоровьем что нужно делать ну наверное многие факторы риска наш современный ритм жизни не позволит нам исключить много стресса малоподвижный образ жизни особенности питания современные но для себя наверное в первую очередь нужно изменить немного мышление потому что сегодня мы ходим к врачам для того чтобы получить эффективное лечение а нужно к врачам ходить для того чтобы сохранить свое здоровье и наверное вот это должна быть какая-то такая стратегия по жизни на сохранение здоровья то есть больше двигаться нормально питаться пить достаточное количество жидкости чтобы в рационе преобладали правильные продукты участвовать в скрининговых программах что безусловно подразумевает именно такой стратегический подход к жизни и тогда я думаю мы существенно снизим риски для развития онкологических заболеваниях а если они будут выявлены благодаря скринингу они будут выявляться или на ранних стадиях или в предраковых формах и тогда мы сможем обеспечить себе здоровое долголетие и еще раз начиная с какого возраста и как часто нужно сдавать анализ кал на скрытую кровь значит пациенты с 40 до 64 лет должны его сдавать раз в два года с 65 до 75 лет раз в год но еще раз хочу обратить внимание что если в семье есть родственники и тем более известен их возраст да то есть в каком возрасте у них было выявлено злокачественное новообразование в толстой кишке обратить особое внимание на это заболевание эти люди должны начинать скрининговые спасибо Ирина Осиновна благодарю вас надеюсь что зрители наши услышали вас и поняли и мы прощаемся увидимся ровно через неделю до свидания до свидания до свидания до свидания